Сергей Кульшой вновь поднимается на нашу сцену. Друзья, о чем я хочу поговорить? Очень кратко хочу пробежаться по тому, по еще одному инструменту или по еще одному поводу, который мы считаем есть у вас и у нас прийти к клиенту. Мы считаем, что любой контакт с клиентом рано или поздно приводит к продаже. Большой, маленькой, но продаже. Поэтому чем больше контактов, чем больше поводов вы находите для того, чтобы проконтактировать, тем, соответственно, быстрее случится продажа, повторная продажа и так далее. Собственно говоря, сама тема – это то, как использовать релиз Bittrex 24 партнеру Bittrex 24. Кажется, что любая фишка, любой функциональчик, большой или маленький, это повод для того, чтобы вы обратились к своему клиенту, новому клиенту, тому, с кем вы общались до этого. И, возможно, эта фишка поможет прогреть его немножко и склонить чуть ближе в сторону приобретения услуги или приобретения тарифа или лицензии на коробочную версию и так далее. По крайней мере, мы закладываем такую логику, когда даем новый функционал. Это повод для привлечения внимания к продукту, повод для того, чтобы вы пошли к клиенту и рассказали об этом. Но не все так линейно. Не все так линейно, потому что кажется, что с точки зрения информирования мы, в общем, выполняем свою работу. Мы очень хорошо преподносим с точки зрения презентации, с точки зрения аргументирования, с точки зрения сценариев. Распространяем это через наши маркетинговые инструменты и доносим до клиентов. Но кажется, что недостаточно просто проинформировать. Здесь должно быть две части. И первая часть действительно проинформировать. И маркетинг работает здорово. Наверное, сейчас просто тяжело найти компанию, которая не слышала про Bittrex24. Правда, на моей практике, может быть, у меня выборка немножко не та, но на моей практике таких компаний практически нет. Даже если компания не очень точно представляет, что из себя инструмент представляет, как это выглядит, какой функционал там заложен, то, по крайней мере, название бренда уже в голове есть. Совершенно точно. И кажется, что здесь должна быть какая-то более глубокая работа. Но мы, например, не можем ее выполнить, потому что это скорее работа партнера – прийти, посмотреть на клиента, сегментировать, понять, какие бизнес-сценарии, какие задачи можно решать у клиента. С помощью того или иного нововведения, о котором мы рассказали на презентации. Давайте вспомним. 2016 год, Bittrex24. Какие новинки вышли в продукте? Мы пройдемся по ним буквально очень быстро, потому что… Они на слуху, вы их помните. Да, вы их прекрасно знаете, мы о них уже и сегодня не раз говорили, и постоянно говорим. Это открытые линии, онлайн-чаты, это новый подход к коммуникациям с клиентами, это совершенно новый вид поддержки, новый вид взаимодействия. Да, это почти полноценный отдельный продукт, который может вообще быть драйвером запуска Bittrex24 в компании. Это серия формы онлайн, счета оплаты онлайн. Это вообще может быть находкой для тех, у кого нет собственного сайта, для тех, кто там ведет продажу через социальные сети, для совсем маленьких микробизнесов, потому что им не нужно теперь ничего выдумывать. Bittrex24 завел форму, собрал заявки, там же можно произвести оплату. Прекрасный сценарий, и все сразу попадает в CRM. Которые не попадают в аудиторию сайтов. Совершенно верно. Но попадают в аудиторию Bittrex24. Да. E-mail трекинг, 1S трекер и так далее, то есть те вещи, которые помогают брать под контроль входящие. Тоже понятный сценарий, нужно все входящие контролировать и выстраивать на них цепочки продаж, цепочки взаимодействий. Совершенно хайповые или просто модные темы, такие как фейс-трекер или визит-трекер. То есть то, что мы объявили совсем недавно, то, что сейчас вызывает разные эмоции у наших клиентов. Я расскажу об одном интересном примере. И это прямо то, на чем можно сыграть, договариваясь о презентации, договариваясь о встрече. Можно сказать, а вообще есть очень крутые темы, которые работают и для совершенно непривычной, возможно, нам маленькой розницы, где можно установить камеру с распознаванием, и совершенно привычной нам сфере услуг, где идет работа в офисе и прием клиентов, и обслуживание там. А также… На самом деле фейс-трекер шикарный пример, потому что, с одной стороны, он хайповый, то есть обсуждаемый, это темы на слуху, нейронные сети, которые распознают лица, да, это здорово, об этом говорят в технологической сфере. С другой стороны, он реально несет пользу бизнесу. То есть есть сценарий, когда это сильно улучшает бизнес, мы поговорим сегодня про это. Автоматизация – это то, чего мало, на мой взгляд, вообще не бывает. Чем удобнее, чем лучше продуманы сценарии различной совершенно автоматизации, тем, собственно говоря, больше пользы от инструмента, больше пользы от CRM, и она лучше будет работать. Удобство в виде интерфейсных, канбан и так далее. Давайте возьмем парочку бизнес-сценариев, мы попробуем их раскрутить и посмотреть на то, как можно приходить к клиенту, да, как ему доносить те или иные нововведения, чтобы получалось из этого продажа. По сути, как использовать функции, новые функции, новинки, Bittrex24, продажа. Открытые линии. Ну вот возьмем продукт, открытые линии, отделим его сейчас в голове, грубо говоря, даже в целом от Bittrex24, и представим, кому нужен такой продукт. Нам нужно сегментировать. Вообще я считаю, что вы можете в процессе изучения нашего релиза, это может быть прямо в процессе презентации или потом, в процессе изучения материалов, я считаю, что вы можете смело выписать себе список больших фич, которые вышли, и напротив каждой из них написать имя клиента, одного, двух, трех, пяти, которым, по вашему мнению, вот на текущий момент эта фича подходит или может быть использована. Совершенно верно. Ты не просто посмотрел презентацию, ты сразу же думаешь, как эту презентацию можно трансформировать в пользу для своих клиентов. Ты их знаешь, примерно представляешь, чем они занимаются, видишь их сценарий бизнесовый и идешь к ним с этим сценарием. Совершенно верно. Давайте посмотрим, как сегментировать, например, вот на этот продукт. Открытые линии. Кому он нужен? Например, это компания, которая ведет активную деятельность социальных медиа. То есть это те, кто работают с SMM. Это бывают большие, бывают и небольшие компании. У них есть группы в соцсетях, у них есть мессенджеры. Вы видели наверняка неоднократно кучу мертвых страниц в социальных сетях. То есть компания завела себе страницу, и на этом все закончилось. А еще лучше, если страница живая. Да, а вот если она живая, то это прям вообще горячий для вас клиент, потому что у него на эту страницу идет огромный вал сообщений, которые надо как-то обрабатывать. Они же сыпятся и вопросы по поддержке, и по продаже, и так далее. И туда сваливается огромное количество. Это ресурс, который ты должен выделить на поддержку социальной сети. А сложнее всего в этой теме понять, насколько эффективно работает группа в Facebook. Да, а не просто ли так это там вообще все? Работает, продается ли там что-нибудь? Вот такой вопрос задайте клиенту. Вот вы ведете соцсеть, а там что-то происходит, оттуда деньги-то капают. Поддержка клиентов. Если у вашего клиента есть как-либо организованная служба поддержки, неважно, она по имейлу, по телефону, еще как-то, это уже повод к нему прийти и предложить совершенно новый, невероятный способ взаимодействия с клиентом. Объяснить и рассказать, что он сможет поддерживать клиента так, как удобно клиенту, довольно легко. Это можно рассказать на кейсах. Вот смотрите, даже мы перевели поддержку на поддержку в чатах. Насколько это полезно для наших клиентов, для вас. Насколько это упростило процесс. Можно приводить примеры, которые совсем близко к ним. Он наверняка пользуется онлайн-поддержкой в банках. Сегодня мы упоминали несколько уже банков, которые перешли на поддержку в чатах. Но это классный, крутой инструмент, который, скорее всего, сам клиент использует и понимает необходимость. На таких кейсах, на примерах, можно сказать, что можно перейти, это здорово, но раньше это было достаточно затратно, и банки могли себе это позволить, а обычной компании нет. А сейчас есть совершенно простой способ, когда малому бизнесу, среднему бизнесу, микробизнесу это можно сделать достаточно легко. И даже простые онлайн-консультанты на сайте – это уже источник трафика, источник сообщений для открытой линии. Даже если просто у вашего клиента есть онлайн-консультант, можно его уже включить в открытую линию и научить использовать онлайн-консультант совместно с CRM-системой, тем самым повышая конверсию. Здесь мы переходим к ценности для клиента, которую довольно легко сформулировать и донести. Это новое качество коммуникаций, то есть это совершенно новое. Это отстройка от конкурентов. Это явное конкурентное преимущество у вашего клиента по отношению к его конкурентам. Он стал оказывать поддержку лучше, быстрее, качественней, и клиенты становятся лояльнее. А сервис – это конкурентное преимущество. Сейчас все больше и больше. Совершенно верно. Сокращение издержек на поддержку в социальных сетях – это понятно, потому что все становится проще, измеримее и удобнее просто. В конце концов, можно даже и людей сократить в некоторых местах, потому что теперь в чатике все гораздо удобнее. Лучше, конечно, увеличить объезд. И простые вещи, такие как увеличение конверсии, просто на сайте. Мы сформулировали, поняли кому, поняли зачем. Давайте придумаем, с чем же прийти к клиенту. То есть вот как сформировать какое-то предложение, которое можно легко и быстро ему предложить. Мы считаем, что это тоже может быть вполне понятное, фиксированное предложение, которое вы озаглавите. Например, внедрение нового современного подхода к коммуникациям с клиентами. Вы можете назвать это более приземленно, как развитие технической поддержки или консультационной поддержки, как повышение конверсии, как повышение продаж, в котором будут вполне понятные пункты. Подключение к открытым линиям мессенджеров, социальных сетей, чата на сайте, формирование регламентов взаимодействия. Чувствуете, мы по такой же технологии идем уже, да? Мы показываем выгоду клиенту и говорим, как это по пунктам и расшифровывается. Достаточно просто, понятно для обеих сторон. Совершенно верно. Отчет по эффективности, настройки работы с ретаргетингом. Очень простой робот, который умеет догнать клиентов в соцсетях или, грубо говоря, в какой-то контекстной рекламе. Это по механике, а по смыслу это увеличение конверсии. Совершенно верно. И это работает очень просто и понятно. Цена здесь указана, грубо говоря, приблизительная. Я считаю, что каждый из вас может сформировать для себя такое готовое предложение, разместить его на сайте, предложить клиентам в рассылке или в телефонном разговоре. Тем клиентам, с которыми вы уже работаете и которых вы для себя таким образом сегментировали. И поняли, что вот этим клиентам имеет смысл предлагать открытые линии. Еще одна история. Это визит-трекер. Я сейчас фейс-трекер не беру пока, возьмем попроще сценарий. Это прям сценарий из жизни. У одного из клиентов, который услышал о визит-трекере от меня в формате «Смотри, как можно научиться контролировать то, чего раньше никогда не контролировалось» — личная встреча с клиентом. И у него CRM заработало совсем по-другому. Она сейчас уже стала работать совсем иначе. Мы возьмем с вами простую компанию. Сообразим, для кого это нужно? Для того, кто оказывает B2B, B2C услуги и, собственно, обслуживает людей в офисе. Вот приходит юридическая компания, приходит к ней клиент, нужно его опросить, менеджер с ним должен поговорить, зафиксировать какие-то дальнейшие шаги, принять от него какую-то анкету и так далее. И раньше никак не контролировалось, какое количество времени менеджер потратит на этого клиента и с каким выхлопом это произойдет. То есть была какая-то выработка, я сегодня успел поговорить с 10 клиентами, хорошо это или плохо, а между клиентами сколько прошло, а сколько потратил времени, а насколько эффективно ты ввел разговор, а как ты строил, грубо говоря, продажную линию во время этого разговора и так далее. Простой сравнение с записью разговоров и записью встреч дает наглядное представление. Телефонный разговор улучшает работу менеджера? Да, сильно. Запись встречи улучшает? Очень. Совершенно верно. Это дисциплинирует менеджера, потому что он понимает, что его контролируют, что его могут спросить за то, что он сказал или сделал не то, что у него есть мотив улучшать свою работу, обучаться, использовать прописанный сценарий или формировать сценарий. И, собственно говоря, у вас есть возможность давать им обратную связь, потому что вы открыли выборочно пару диалогов, послушали и посмотрели. Вот такой диалог привел к сделке, вот такой диалог не привел к сделке. Послушали, посмотрели, вместе разобрали. Это контроль и обратная связь, и дисциплина сотрудников. У нас с тобой непростая задача в полторы минуты вложить оставшуюся часть презентации. Погнали. Вот если мы, допустим, возьмем такой концепт, как твизиттрекер, то есть, грубо говоря, концепт контроля личной встречи, с чем мы могли бы прийти с вами к клиенту? Ну, во-первых, с этим можно прийти к новому клиенту, у которого нет еще Bittrex24, который, возможно, что-то слышал, но это вот кто-то из тех, кому вы сделали сайт или с кем вы общались по каким-то другим задачам, ну, совершенно точно знаете, что это вот офис клиентский, обслуживание клиентов, и там вполне себе хорошо встанет принцип учета таких встреч. Можно предложить ему то самое пакетное внедрение, о котором мы говорили с Мишей в прошлом докладе. Вполне понятная цена, примерно понятно, что делать, но мы заходим туда вот с этой вот идеей. И, собственно говоря, рассказываем, что да, можно вот его так использовать и так продать. Помнишь про цвитнот с голосовалкой? Да. Давай перейдем. А я уже договорился с Димой, у нас все будет хорошо. Хорошо. Нам продлят голосовалку. Продлевать будет. А для текущего клиента это может быть совсем другой подход. Если вы знаете, что он уже работает с CRM, что он уже работает с Bittrex 24, вы можете попробовать его ориентировать на программу повышения продаж на встречах. То есть, если у человека есть эти встречи, вы скажете, мы можем сделать ваши встречи гораздо эффективней. Мы начнем их измерять, контролировать, вести дисциплину и приводить к решениям. И тут цена уже может быть совсем другая, потому что это не какое-то там программирование или настройка, это уже целые регламенты. Это та самая белая книга продаж, которую вы можете взять у нас, скачав сайта, переложить ее на клиента, подстроив сценарии, подстроив основные речевые модули. Да, в остальном структура, это же продажи, они примерно похожи. И это уже консалтинг, который может стоить совсем других денег. С первым томом книги продаж прийти к... Совершенно верно. И сказать, смотрите, какую мы вам построим систему. Я хочу вас спросить, да, как вы относитесь к такой подаче? То есть, грубо говоря, можем ли мы вам помочь в этом отношении, в формулировании такого подхода к продвижению релизных новинок с вашими клиентами? У вас в мобильном приложении есть голосовалка, на которой можно ответить на пару вопросов, с парой вариантов ответов, да, которые поможет нам... На один вопрос и несколько вариантов ответов. Да, несколько вариантов ответов. Вообще мы предполагаем, что вы так и делаете. Ну, мы сейчас посмотрим. Если делаете, да, то вы нам сейчас об этом скажете. Ответы, что да, я действительно так и делаю. Я смотрю на фишки, перекладываю их на бизнес-сценарии своих клиентов, иду к ним, продаю, и все совершенно так и выглядит. Если вам кажется, что здорово бы, если бы эту часть работы мы взяли на себя и помогли вам, как, например, мы помогаем с акциями, когда формируем... Целый пакет документов, да. Формируем количество касаний, тексты рассылок, выдаем это вам, сегментируем базу и говорим, друзья, вот таким образом нужно пойти. Если это помогло бы вам продавать, пожалуйста, нажмите верный вариант ответа, который соответствует вашему. И мы посмотрим на эту статистику и, возможно, поставим себе в волшебный план, что вот первую часть работы и проработку основных типовых бизнес-сценариев, это, конечно, не снимет с вас часть индивидуальных сценариев, мы возьмем на себя и поможем вам здесь. Дайте нам оборотную связь, она нам очень поможет. А сейчас у нас есть минутка радости. Посмотреть на результаты. Посмотреть на результаты. И на вопросы. Слушайте, я видел цифру 82 в предыдущем опросе, мне уже сомнительно как. 9%, что мне это не поможет продавать, 9% я и так делаю, вот мне странно, что 9% я всегда так делаю, и 82% здорово, если вы это сделаете. А мне интересно, сколько из 82% тех, которые так сейчас и делают, но здорово, если вы это сделаете. Хороший вопрос. Блога достаточно, да. Мы готовы помогать, на самом деле, если обратная связь такая, если это нужно. Мы готовы это сейчас пообсуждать с вами, в перерывах, перед фуршетом, после секции, после потока. Вместо фуршета, да. Пообсуждать, подискутировать, потому что мы нащупываем пути, как нам вместе с вами эффективнее работать в продажах Bittrex 24, и хотим от вас эту обратную связь, и ваше мнение, потому что вы на первой линии фронта. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.